Олег Григорьевич Пермяков, я думаю, не стоит ничего больше говорить. Я захватил меня на торпедный факультет, миньор, командир БЧ-3, но и Бог тоже меня вытащил оттуда из глубоких глубин, из глубоких низин, из несчастья, неудач, долгов и провалов. Правда, случилось это не так быстро. Само, че не станало толкова бързо, как то е било в живота на пастора, покаях се на 55 години, дадоха ми слово, дума, за да прочита един текст. Но текстът ще е в тема с днешната проповед. Я пишу иногда короткие рассказы, с една единственная целью. Я заметил, что эти рассказы иногда некоторым людям помогают. Забелязах, че тези рассказы понякога помагат на някои хора. И искам днес да расскажа два кратки рассказа, точно поступките. Тези рассказы за написание давно уже, но... Я подумал и решил, что я их прочитаю. Но аз си помислих и реших да ги прочита. Первый называется Честный Боря. Първия се казва Честен Борис. Да, Честный Боря. Боря на русский. Представьте. Представейте си. Худое, изможденное. Желто-серого цвета лицо треугольной формы, очерченное по контурам лысеющего черепа. Бегающие, беспокойные, мутновато-коричневые, глубоко посаженные глаза с темными кругами и морщинами вокруг. Редкая, пятнами растительность на узком подбородке. На левой скуле два больших, слившихся, плоских, родимых пятна, также обросших редкими темными волосами. Во рту, похоже, не хватает половины зубов. Мятая серая рубашка с короткими рукавами на выпуск прикрывает худое немощное тело с острыми плоскими плечами и тонкими, почти без мышц, руками. Этот человек подошел ко мне вчера на парковке, когда я из тележки угружал продукты в багажник. «Мужчина», – хриплым голосом обратился он ко мне, – «извините, пожалуйста, я могу вам честно признаться, я могу вам честно признаться, можно?» Он просительно улыбнулся, – «меня Боря зовут». «В чем вы хотите признаться?» «А в том, что я наркоман. Честно. Уже почти 10 лет. Мне 34 года, и я, если честно, сильно болею. Давно уже. Кепатит, цирроз и много еще чего. Пенсию получаю по инвалидности – 8122 рубля. Я местный, живу с матерью в общежитии на Хрусталево. Она получила ее от завода «Молот», где всю жизнь проработала. Я месяц назад освободился, если честно. Да, почти два года. За наркотики, конечно. Понимаете, у меня работы нет. Да и не предвидится, потому что мне все отказывают. А у меня, между прочим, высшее образование. Филологическое. Но, если честно, то я ее и не ищу работу эту. Я не могу работать. У меня сил нет работать. Я вам честно скажу, даже думать не могу ни о какой работе. У меня, кстати, и женщины нету. И не будет уже, наверное. Боря потоптался на месте. Понимаете, если честно, я могу думать только об одном. Вы догадываетесь о чем? Догадываетесь? Да, все правильно. Я все время думаю только о том, что, наверное, скоро сдохну от наркотиков. И еще где бы добыть денег, чтобы их купить. Вы не могли бы мне занять до второго пятьсот рублей? Всего пятьсот. Я отдам. Честно отдам. Пенсию второго получу и сразу отдам. Могу с процентами, если хотите. Вы же видите, я честный человек. Я вам все откровенно рассказал. А? Пожалуйста. Парень молитвенно сложил руки и, не мигая, смотрел мне куда-то ниже глаз. Я молча достал из бумажника пятитысячную купюру и протянул ему. Парень уперся глазами в деньги и замер. Потом поднял на меня неожиданно увлажнившиеся свои несчастные коричневые глазки, медленно опустился на колени и тихо заплакал, закрыв лица руками. Я стоял над ним, держа в руке деньги. Не надо. Захлюбываясь слезами, замотал он головой. Честно, не надо. В стоявшую минуту с деньгами в руке я молча сел в машину, завел двигатель и тронулся на выезд. В зеркале заднего вида медленно уменьшался в размерах честный Боря, стоящий на коленях в позе кающегося грешника. Слава Богу, что 12 шагов дают 70%, а не 0-0-2. Ему надо туда. И в каждом рассказе послесловие написано «Каждую неделю по четвергам в 20 часов московской времени я, автор этого текста, рассказываю, как можно освободить и спасти такого Борю и подобных ему». Вот ссылка. И каждый четверг я провожу такую встречу, где я рассказываю об Иисусе. Волнительно как-то, да? Правда? Не знаю почему. Но вот более веселый рассказ. Называется «Тот день». Собеседник мой разгорячился, напористо и без остановки говорил и говорил. «Я чувствовал, что в его словах что-то есть». Они задевали и волновали. Наклонившись ко мне и глядя мне прямо в глаза, он громко шептал «Не отталкивай руку любящего тебя Бога, не раздражай его, не хами и не плюй ему в лицо. Это будет дорого тебе стоит. Лучше не надо. Лучше, пока не поздно, вникни и как следует разберись, что он тебе предлагает, о чем он, сам Бог, создатель всего, хочет с тобой говорить. Не надо вести себя по-детски, не корчи себя умника. Сам ты ничего не можешь изменить в своей жизни. Ведь ты не знаешь, ты не знаешь, кто ты и зачем ты живешь на этой земле. Ты не знаешь, что с тобой будет через минуту, уж тем более после жизни. Ты, конечно, можешь не соглашаться и продолжать гордиться собой, но ты не знаешь даже когда, как и почему ты умрешь. А ты, как и все, умрешь. И ты понятия не имеешь, что будет потом. Ведь самая главная тайна, тайна жизни вовсе не в твоих руках. Обратись к нему, к Богу. Он хочет тебе помочь, он ждет тебя, и он тебя любит. Любит, понимаешь ты это? Вдруг он замолк. Мы долго и тихо сидели молча. Поезд продолжал не спеша катиться. Колеса стучали. Ту-тук, ту-тук, ту-тук. Неожиданно он заговорил. Давай я за тебя помолюсь. Хочешь, давай свою руку. Парень вдруг съехал с вагонного сидения на колене и склонил голову. Его теплая рука сжимала мою ладонь. Поезд продолжал ехать. Купы было все то же, но что-то вдруг изменилось. Воздух будто наэлектризовался, и тело мое начало мелко дрожать. Давай вместе. Каким-то другим хриплым голосом заговорил мой попутчик. Повторяй за мной. Дорогой Бог, Отец, я пришел. Я пришел к тебе. Прости меня. Очисти меня от моих грехов. Освободи. Я шептом повторял, пытаясь держать дрожь, и наворачивающиеся неожиданно горячие слезы. Господь Иисус, войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем. Я верю, что ты умер за меня, и что ты воскрес. Ты живой Бог, я твой. Запиши мое имя в книгу жизни. Спаси меня. Спасибо тебе. Я верю, что спасен. Спасибо, я твой навсегда. Парень замолчал. Я тоже. Соленые слезы катились по моему лицу. Мир и покой охватили все мое существо. Что-то необыкновенно важное и необъяснимое случилось со мной за эти несколько минут. Я чувствовал себя другим, новым, чистым и легким. Парень встал с колен, сел за стол и уткнулся в окно. Молчали. Я прислушался к себе и пытался понять, что со мной произошло. Внутри было хорошо и покойно. После этого дня моя жизнь изменилась совсем. П.С. Каждый четверг, 20 часов московского времени, я автор этого рассказа, свидетельствую о том, какие чудеса Бог совершил в моей жизни и как Он помогает мне каждый день. И вот ссылка. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ